всем привет это ртв в московской студии андрей ежов это разговоры с психологом михаилом лобковским он снова с нами поселиться нашли время ответить на наши вопросы сегодня поговорим о том как вообще люди выражают чувства почему зачастую они делают это по-разному и причиной каких проблем это становится и главное как эти проблемы решать эти недопонимания преодолевать вообще что делать если у двух людей которые в отношении в отношениях у них разные темпераменты и это но по какой-то причине выражение разные да раз выражение чувств и при этом по какой-то причине они вместе хотя как мне казалось чаще все-таки людей похожих наверное что-то объясняет знаешь нет нет ты правил про ставишь очень часто абсолютно разный менталитет начал с простых вещей например женщина в паре хочешь чтобы чувство мужчина выражал вербально не вербально чтобы он говорил что он любит ее и дарил ей цветы мужчина выросший в другой среде или другой семье никогда не говорит про любовь вообще цветы он тоже никогда не дарил и женщина думает что она и не любит и время от времени начинает рыдать выяснять с ним отношения мужчина не любит выяснять отношения он говорит я тебя люблю это как я пойму что ты меня любишь ну вот видишь эти полку прибил я тебе резину поменял с летнюю на зимнюю сути еще надо да что-то от меня хочешь чему этот рассказ что менталитете этого мужчины любовь выражается в действиях каких-то конкретных поступков типа я сюда вкладу отдаю а у женщины любовь выражается в знаках внимания в обнимашках поцелуях словах и цветах у мужчины совершенно другие выражения нащине понимает и это ему не свойственно то есть он головой понимает что она этого хочет но это не его он так себя вести не будет что вот ты задал вопрос да и чё с этим делать вообще проблема или это это проблема надо вот нет это проблема потому что или вот то что я например знаю по своей работе а женщина какая-нибудь сильно восточная никогда не проявляет инициативу в постели ну типа это не женское поведение мужчина должен наброситься на меня и взять меня вот так его видимо бабушка рассказывал мужчина думает что она его просто тупо не хочет почему они 20 лет живут в браке и она никогда не выражала никакого желания когда он начинает не приставать она ему уступает но за этим ничего не стоит то есть но она не знает может быть и неприятно вообще противно может она вообще его не любит я начинаю с ними как психолог общаться и спрашивать женщина вас само это желание бывает на лет бывает а как ваш муж может понять но мне не начинается к дурацкий разговор но я не успеваю типа уже все я говорю но понимаете что он тоже человеку не тоже чувство есть когда вы его хотя бы целуете или хоть как-то пристаете он хотя бы понимает что он хотя бы не безразличен она начинает краснеть хотя и 40 лет и трое детей и говорит михаил но я так не веду себя я считаю что это неправильно если они одного менталитета да то нет проблем но если она с востока он запада как говорится то проблемы есть потому что он был инициатором похода к психологу потому что ему кажется что если их сообщение нужен окажется он ей нужен а как он догадается но как-то должен догадаться и так далее то есть вот эти разницы менталитетов они к сожалению сказывается в отношениях и создают проблемы ну а вот этот пример я так не веду себя здесь имеет смысл каким-то образом себя ломать и вполне сформировавшуюся личность переделывать чтобы возможно из хороших повреждений чтобы как-то власти отношения или же это чаще всего загорается ничем например наши печи скажу не для того чтобы отношения спасать для того чтобы быть более раскрепощенным и менее скомплексованным человеком а в одном из кавказских романов не помню но не дата таташки другой по-моему сетинский роман какой-то ребенок падает с обрыва отец видит это подходит и наступает ногой на его рубашку чтобы он не упал а на руки не берет ждет когда мать подойдет мужчина не должен брать на руки ребенка это падающего вам с обрыва ты какая разница просто это это что-то бабская это не мужественно то есть вот бред данном причем срабатывает на уровне инстинктов как мы вина ну то есть он ребенок он спасает ребенка наступив на рубашку но руками его не берет ждет когда мать возьмет руками вот если сравнивать такие ситуации да вот мы говорим про женщину не проявляющий инициативу то это определенные табу это запреты и и здесь и речь идет не о том чтобы ее поломать или его сознание поломать и тогда они значит сохранят отношения это говорит о том что к сожалению и для него и для нее эта проблема они не очень полноценно выражает свои чувства и поэтому живут если он взял бы ребенка на руки он бы не стал женщиной после этого чего он так боится если бы она проявила инициативу всех все он бы не думал что она проститутка то есть есть смысл им помогать во первых чтобы решить их проблему а во вторых чтобы они жили более полноценной жизнью тогда они будут получать больше эмоций от жизни а то о чем я рассказываю это в общем-то табу это то что человек не может делать по каким-то своим странным причинам в голове ну и кто-то скажет сейчас что жили так тысячелетиями соблюдая все эти табу и в общем не тужили но пара говорят беларуси коронавирус это у вас голове у вас говорят и коронопсихоз говорят в беларуси коронопсихоз говорит александр григорьевич лукашенко приветом большой да вот я хотел сказать у вас голове корон а у нас ничего нету да я к тому что вообще проблема ли это в том смысле что люди особенно в традиционных религиозных обществах если мы говорим о том же кавказе живут так тысячелетиями и в общем не видят в этом не то чтобы никаких проблем но в общем не задумываются об их решении ты знаешь до тех пор пока это не проблема они могут жить дальше но я тебе привел два примера когда это проблема не правда литературный персонаж а в реальной жизни я не один раз сталкивался ситуации когда муж женой живут же можете как отклика на поведение своей от жены не получает никакого сексуального призыва не видят и не понимает что как не можно относится женщина которая говорит что мой муж меня не любит потому что меня не целует не обнимает и не дарит мне цветов конечно для нее это обидно а на самом деле он бедный сидит весь потел полку прибивает уже шестую и в ее понимании это и есть любовь и он в это верит то есть кому попаде не будет полку прибивать и помочь им это значит сделать так чтобы они поняли что выражая по разному чувства они имеют эти чувства просто них есть особенности этого выражения вообще как понять на каком вот этом языке выражения чувств надо разговаривать с человеком и вообще на каком этапе это надо выяснять сразу на берегу договариваться и как это еще сделать к тому же знаешь а вот и начинаешь человеком общаться до тебя что-то или напрягает или не напрягает и это даже не то что договариваться на берегу а это ты то что чувствуешь не думаешь что так можно проскочить а потом как-нибудь в браке вы эту проблему решите. Например, сексуальные проблемы, которые были и до брака, они в браке могут только увеличиться. Они сами все не рассосутся. Поэтому ты правильно говоришь, лучше всего на берегу сказать, что, слушай, я вот с тобой там на свидание пятый раз прихожу, ты ни разу мне цветов не прислал, ни разу меня там за руку не взял. Ну, какое-то странное поведение. А он скажет, ну, у меня такая жесткая мусульманская семья, у нас это не принято. А она скажет, ты знаешь, я понимаю, что у тебя свои традиции, но ты мне не подходишь. Но тут драма, на самом деле, мне кажется. Нет, драма, если она будет плакать в подушку, выйди за него замуж. Вот это драма. А пока у них нет взаимных обязательств, пока они вчера познакомились. Более того, если мы говорим о мужчине и женщине, то мужчина обычно упертый и не собирается менять свои привычки. То есть, типа, ну, подстраивайся. Тебе это больше надо? Ну да. Вот. Поэтому это правильное решение. Ты мне не подходишь. У меня с тобой будущего нету, мне такие отношения непонятны. Я их не хочу. Так, а если кто-то готов меняться ради будущего, с чего здесь надо начинать? Ты себя же ломать, мне кажется. Хотя бы мое сознание того, что у тебя в голове. Почему ты не можешь девушке цветы купить? Это неправильно, это не по-мужски, это так, я не знаю. Почему ты не можешь и поцеловать? Не при людях, дома. Это не мужское. Я мужественный чувак такой. Да нет, это человек, который не может выражать чувства. У него забиты все эмоции, он их не выражает. Вот когда человек осознает это, что это не меняет его, он не становится с гетеросексуалом, гомосексуалистом, потому что он жену обнимает, а он тот же мужик, но вот так ведет себя, то он начинает, понимая, что здесь нет никакого для него ничего, что ну его там осудят, например. Он может меняться. Я вообще как бы не сторонник кого-то ломать ради какой-то идеи. Но менять сознание, когда есть проблема, вот же эту женщину любит, и она его вроде любит, то ради этого стоит. Кстати, вот откуда все эти, а мне кажется, больше свойственные постсоветским людям страхи, несоответствия к гендеру, что тебе что-то подумают, что ты гомосексуал. Это вообще какая-то удивительная история. Россия, страна нетерпимая, к сожалению. Я бы не трудно сказать, потому что мир изменился, но если бы сейчас Фредди сидел бы вместо меня, он сказал, но это гомосексуалин, так сказать. Но у него один ответ на все. Но грамотно сказал, что если вы нетерпимо кому-то относитесь, то там, видимо, какая-то проблема больная. Вы что-то боитесь тогда, раз вы так ведете себя? Что вы так? Прямо нетерпимо. Вас что, геи, обижали как-нибудь? Может, денег отжали у вас? Нет? А что вы их тогда не любите? А, вы боитесь, что вас разоблачат. Вот почему. Ну, я с ним абсолютно согласен. Мне кажется, все сложнее, потому что почти что двухсотмиллионный бывший Советский Союз вряд ли полностью на сто процентов является латынным. Вот какая-то, ну, какая-то больная тема здесь есть. Ну, потому что весь мир нормально к этому относится. Ну, за исключением традиционных, очень религиозных. Ты знаешь, нет. В Тель-Авиве я попадал пару раз на гей-парады военные, прямо с автоматом под ручку. Ну, Израиль... Сладкие парочки отводят в гостиницу. Когда едут автобусы там и с геями, и с лесбиянками, и с их детьми, все радостно машут флажками и руками. Во всех магазинах ЛГБТ-флаги висят и так далее. Пожалуйста. Израиль – страна религиозная. Но при этом Израиль такой, скорее, западный все-таки мир, если брать... Нет, нет, не западный мир. В Иерусалиме могут голову оторвать за это. Если брать Тель-Авив, например, мне кажется. Тель-Авив абсолютно, да, европейский. А почему в России так, мне трудно сказать. У меня есть один дружок, который сидел в свое время, значит, в СССР, потом в других странах. Вот. И вдруг ему пришла в голову интересная мысль. Он, как старый сиделец, вдруг спрашивает у знакомых криминальных сидельцев, а почему же у вас в тюрьмах там как тот, кто, скажем, насилует кого-то, он мужик, а тот, кого насилует, вот то, что называется, петух или гей. Но он на это говорит, а как так вообще может быть? У меня, как у гитаросексуала, эрекции не случится. А вы смотрите, как у вас прямо так все хорошо, может быть, это и есть латетный гомосексуализм. И этот вор задумался, старый, и говорит, слушай, действительно, ты меня прямо в тупик ставишь своим вопросом. И он сказал, очень интересная тема, что вот эти вот криминальные граждане, они попадают же сначала на монолету, где им 15 лет. И у них это просто сплошь и рядом в этом возрасте. Побертать это. И поэтому они, когда уже взрослыми становятся, они к этому уже привыкшие. У них нет такой проблемы. А этот, который взрослый попал, он говорит, я вообще не очень понимаю, как можно заниматься сексом, если ты гетеросексуал, с мужчиной. У тебя не должно быть. Это же либидо-то не работает. Говорит, а у вас как-то работает. И тут прямо в тупике был, прямо не знал, что ответить. А кто выразил, говорит, ну это потому, что они с малолетки привыкли. Нормально, да? Такое просто результаты исследования полевого в эфире программы «Разговоры с Михаилом Лобковским». Вернемся к истории о выражении чувств, почему люди делают это по-разному. А есть ли вообще какие-то случаи, когда люди несовместимы по темпераменту? Ну никак. То есть, вот, посмотрев на одного участника пары, посмотрев на второго, можно сразу... А почему сразу несовместимы? Ну а почему ты не так вопрос поставишь? А есть ли случаи, когда один флегма, а другой весь такой истеричка? Так, мы сейчас еще уходим в эту классификацию. Нет, ну я не буду сейчас морочить людям голову классификации, меланхоликами, сангвиниками и так далее. Один, значит, очень эмоциональный, очень взрывной, ну и истерик, да, как его. А другой такой, шизоид это называется, флегма, флегма, и он как бы вообще не участвует. Так они друг друга дополняют, живут душа в душу, этот орет все время, а тот его гасит своим спокойствием. Обычно девочки же бывают эмоциональные, а мальчики спокойные, находят общий язык. Но бывает ли так, что прям вообще противопоказано? Или все... Бывает, когда несовместимо, но более, я тебе скажу того, несовместимо наоборот, когда они оба такие. То есть, когда один тише, то будет громче. Это ускорбился слишком много. Это много, это избыточно, и это приводит к конфликту. А вот когда, например, ну это классика, когда жена такая вся истеричная, и орущая, да, а муж такой, ладно, садись, давай ужинать. Ну это мечта каждой женщины. А да, она себя чувствует спокойнее. А мужику, для того, чтобы продолжать себя чувствовать сфинксом, ну что, вот тут и бегал, и крыльями вокруг махал, ему этого не хватает. Тем более, безобидно, эта женщина слабая, там, что-то куда, все-все-все, я понял, давай есть. Дополняет друг друга. Есть еще такая жалоба, распространенная, он или она уделяет мне мало времени. Вообще, что скрывается под этой претензией, почему у всех разные представления о том, что такое мало, или что такое достаточное количество времени, потому что это постоянно. Мне так нравится твой вопрос, Андрей, ты знаешь, просто все круче и круче. Просто надо себя просто чувствовать. Здесь лишним, ты говорил уже об этом. Да, что мне нужен авторский проект. Андрей, нужно задавать вопросы, пересаживаться на кресло гостя и отвечать самому себе. Монтаж, что ты сделаешь? Привязаны микрофоны, я боюсь, не получится. Мы даже можем делать. Подумай об этом. Так вот, еще раз свой вопрос задай, пожалуйста. Он или она уделяет мне слишком мало времени. Я скажу честно, как это выглядит в реальности. Действительно, это правда. И когда муж говорит, слушай, ну почему мало времени, я просто много работаю. В конце концов, я зарабатываю деньги, которыми вся семья пользуется. Как тебе не стыдно? Я скажу, что для него работа и деньги дороже жены. Это правда. Я хочу сказать, что, конечно, есть люди, которые не очень интересуются работой, и они готовы проводить время друг с другом 24 часа в сутки. А если бы у них и деньги были, они бы с работы ушли. И прямо уделяли бы, сколько возможно. Так же с ума сойти можно, нет? Нет. Некоторым прямо вот хочется и так жить. Любое однообразие, оно в какой-то момент через край. Ты знаешь, есть такой актер, Владимир Коренев. Он играл Эхтиандра. У него жена и дочь. Он говорит, ну передача была про него, значит. Он говорит, я вообще кроме своей жены и дочери у меня нет других интересов в жизни. Почему я работаю в театре? Чтобы их кормить. И жена говорит, вы знаете, 60 лет они прожили вместе. По-моему, около 60. Вот иногда, конечно, это ту матч. Он говорит, Володя ходит, говорит, любименькая, любимая. 60 лет они живут. Говорит, Володя, ну все, хватит. Он к дочке подходит. Говорит, вот ты моя любименькая. И дочь. Дочь пошла раз на рыбалку, и дождь пошел. И она говорит, а че отец не прибежал? Что-то случилось, 5 минут уже прошло, а он плащиком меня не накрывает. Побежали домой, жена не пустила. Ну типа, ну вот тут... То есть бывает, я прямо смотрел, но реально до слез. Просто приятно было, что есть такие семьи и такие отношения. Веропрочем, в актерской среде. А Коренев и его жена не оба актера. Вот он живет только ради семьи. Говорит, а работа эти народные ответы, просто чтобы было на что моим любимым поесть. Вот. Я хочу сказать, что такое бывает. Такое бывает. Такие отношения и такие чувства у людей бывают. Значит, насколько это избыточно, когда они совпадают? Ну, наверное. Наверное, это то матч. Но в принципе, когда у людей, как сказал Экзипери, люди, которые любят друг друга, это не те, которые смотрят друг на друга. А что он сказал, не знаешь? Те, которые смотрят в одну сторону. Потрясающе. Связи, темпераменты и менталитеты именно для постсоветского человека принято считать о том, что здесь, в постсоветском пространстве, люди воспитаны, что ли, более замкнутыми, менее склонными проявлять свои эмоции. Ну, и серый, не выделяйся ты, и все. Это миф или действительно это имеет место? Ты знаешь, мне трудно сказать, как жители города Москвы, все-таки здесь люди более раскрепощенные, да? Как в любом мегаполисе большом. Что я хочу сказать? Тенденция в целом. Да, нет, тенденция к раскрепощению. Но, в чем ты абсолютно прав? Россия изначально общинная страна. Города появились сравнительно недавно. А население в России традиционно было крестьянским, при том общинном. Крестьянин, в отличие от горожанина, один не живет. Он живет в общине. То есть, его поселок городского типа, это все друг друга знают. Его община, это родственники, ну, такая была традиция, было много детей, дети женились, им строили тут же новые дома или свой дом расширяли. И поэтому они всегда были на виду у других. Поэтому они были очень зависимы от меня окружающих. Это не миф, это правда. Поэтому, прежде чем открыть рот, они думали 10 раз, как они одеты, что они с волосами, с ногтями, что они говорят, как они разговаривают, как они себя ведут, за ними пристально весь колхоз наблюдает. Как это у нас на скамейке, да, бабки, тут проститутка пошла. Вот, говорит, наркоман в 8-й квартире. Я их знаю. Растет. Растет, да. Это было всегда. Это у меня, у меня есть родственники. И вот один из моих братьев, он уже счастлив, женат уже лет 50, а жена его из совхоза. Ну, то есть ее папа был еще агрономом в совхозе. Я прямо, когда прихожу к ним в гости, то, как она обсуждает соседей, это оно. И при том, сейчас 21 век, это не вытравишь. При этом брат мой родился в городе, герой Москвы, у него этого нету. А жена, которая, ну, в области московской родилась, у нее это и есть. И эти вот, смотрю, на завтрак-то себе этот сок гранатовый выжимается апельсином, да, ну-ну. И прямо я сижу, такое ощущение, что просто какие-то рассказы, как они у нас назывались, писатели эти, почвенники, там, Белов, Шукшин и другие, да, забыл уже. Прямо вот, как это, жопа тычет колокольчик, и такая благодать, ну и так далее. Хорошо в деревне летом, помнишь, такие стихи были? Да. Так вот, я что хочу сказать, вот это общинное сознание, оно очень контролировало твои возможности. Как ты даже в семье живешь, ты не мог жить, как ты хотел, потому что за тобой следили твои родственники, родственники жены, дядьки, братья, кумовья, снохи, зятья, тещи, вот это все вместе, жило-то в одном месте все это, и на виду. Сейчас такой ситуации нету, мы с тобой оба не знаем наших соседей, правильно, по квартире? Чуть-чуть, но в лицо. Не сильно интересуемся даже, как зовут. Как это поэт писал, средь тысяч лиц узнал бы о мальчонку, а как зовут, забыл его спросить, был бой, в том школе учили. Так вот, сейчас сознание меняется в сторону индивидуализма, более того, тебе скажу, как в прошлом, семейный психолог, могу тебе сказать, в мегаполисах нет понятия семьи традиционной. Из пятнадцатой квартиры у них семья мусульманская, они вот так живут, из восемнадцатой католики эти вообще безбожники. И как они ведут себя, как они воспитывают детей, какие у них ценности, не то, что в подъезде, на одной лестничной клетке разные миры. Такого раньше, конечно, не было. Потому что в пределах одной российской империи и других государств, да, у них был общий менталитет, понимаешь, общий на всю страну. Он дифференцировался. Например, дворяне сами детей не воспитывали, дворяне детей молоком не кормили, их отдавали мамки, так называемые, это кто-то из крестьян, у которых были дети, и там, значит, родителям приносили это самое, посмотреть в выходные дни. Потом, когда ребенок подрастал, он возвращался в дом и так далее. У крестьян была другая жизнь, а у рабочих была третья жизнь. Но их объединяли какие-то вещи общие, ментальные, которые объединяли, ну, наверное, людей в Российской империи. Более того, православных объединяли другие традиции. Мусульман, эта империя была всегда многонациональная, иудеев другие традиции. И это было всегда. И я хочу сказать, что это в городах нарушено. То есть, я как житель города Москвы могу сказать, нет никакого понимания, что такое семья российская, какая ценность этой семьи. Потому что у Васи вот так, у Петя так, у Коли так, и они все живут на одной личной клетке. А уж если вы ехать из центра на окраину, ты считаешь еще и другую страну по дороге. Кто-то не знал, что она здесь присутствует. И называется «Страна России», как ни сказать. Ну, в общем, не будем пальцем показывать, да, ну, да, совсем другой менталитет. Слушай, что гораздо шире получился разговор о выражении чувств с психологом Михаилом Лобковским. И в этот раз, я надеюсь, что он стал полезным, и Вы язык для выражения собственных эмоций теперь найдете без проблем. Спасибо, что провели с нами эти полчаса. Меня зовут Андрей Жов. Счастливого дня.